Здравствуйте, друзья! Друзья, очередной выпуск программы «Тет-а-Тет» и снова у нас замечательный гость – это Сергей Бурковец. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Сергей Бурковец – директор Південної судно-ремонтної компанії. Хотів стати десантником, був кращим в районі Стригалем, а зараз мріє збудувати судно. Спасибо, что пришли сегодня к нам. Знаете, честно скажу, не хочу я говорить о судах, о том, как вы их строите, ну, может быть, вкратце. Мне хочется, расскажите, чтоб вы рассказали о себе, потому что я смотрела много ваших интервью, вы специалист, профессионал, ну, о семье, а как, а что, а как день начинается у вас? Вот как вы встаёте? Вот встали, и что вы начнёте делать, чтоб день удался? Ну, по своей сути, я ранняя пташка, и просыпаюсь очень рано. Примерно в шесть утра я уже на ногах, и, собственно, мой рабочий день начинается с занятий в зале или же пробежки. Вот в последнее время мне очень, очень нравится по утрам бегать. Я уже себя, скажем, настраиваю, заставляю в некоторой степени. И вот сегодняшний мой рекорд – это четыре с половиной километра, то есть полчаса вот такого бега. Собственно, занятие спортом в такое раннее утро для меня такой заряд энергии на целый день для того, чтобы там вот к восьми я должен быть на заводе на работе и уже, скажем, в таком приподнятом настроении и полон энергии и сил. То есть не просто чашечка кофе или вы кофе не пьёте с этого? Нет, обязательно. Чашечка кофе. И побежали? Нет. Пробежался, а потом чашечка кофе. То есть до пробежки никаких кофе, никакой воды, а уже после пробежки можно. Знаете, для меня вы такой определенный человек, очень интересно, я наблюдаю с вами в соцсетях, но такое какой-то вот, как говорят, American dream, американская мечта, вот как украинская, Ukrainian dream, украинская мечта. Человек, который вырос, родился в Николаевском районе в селе Кренички, да? Да, это моя родина, да, в село Кренички. Я там закончил 11 лет школу, свою трудовую деятельность я начинал в совхозе Креничанский. И... Какая ваша первая запись в трудовой была? Тракторист третьего класса, да, я... А сколько вам было лет, когда вот уже трудовую получили, когда эту запись сделали? 18, но в 18 лет у меня уже, так сказать, трудовой мой стаж был уже порядка четырех лет. То есть 14 лет уже начали работать? Да, я с 14 лет начал работать. В то время было, ну, в то время так практиковалось, что на летних каникулах все ребята, большинство из нормальных, адекватных парней шли зарабатывать какую-то денежку в период летних каникулах. И это было, ну, знаете, в совхозе было много работы. Это начиная от уборки сена, и совхоз Креничанский в свое время был овцеводческим хозяйством. И это стригали те люди, которые стригли овец. А вот уже молодежь, в частности, я начинал это... Относили мы от стригаля, относили шерсть в таких тюках, на плечи. Ну, для этого нужна была немножко физическая подготовка. И щупленьким, и таким худеньким не совсем там было место. А вот такие ребята покрепче, они там работали. И вот, собственно, я там начинал. Потом помощником комбайнера. Это вообще было, ну, что-то моднячее такое. Крутое, да? Крутое вообще. Сейчас сложно представить, что помощник комбайнера что-то крутое и стильное. Вообще, это запах солярки, это запах солидола, это прима без фильтра, это обед вкуснейший, обед на... Это такой мужской мир уже. Так раз, это такое, ну, знаете, незабываемое чувство, когда ты сидишь в 15 лет и управляешь махиной, которая вот это вбирает зерно. И ты понимаешь, что ты причастен к этому всему процессу. Ну, оно придавало такой гордости, наверное, немножко. И немаловажный такой момент. Родители очень были довольны тем, что, ну... Их сын работает и зарабатывает? Во-первых, заработок был, ну, на уровне, примерно, приблизительно, как вот мой папа зарабатывал, будучи, будучи, работая водителем в совхозе, там, порядка 150 рублей. То у меня там было 110, 112. К этому всему, там, и зерно давали, там, на трудодни, там, сколько дней отработал, там, количество зерна. И в конце, когда уборка, мы приезжаем с этими мешками, и это домой привезти, это вот кучу зерна или кучу сена. Ну, это было... Ну, это такая, наверное, чисто мужская гордость, что вот я добытчик под свою семью привез. Ну, конечно, конечно. Я даже купил за 50 рублей мопед. Первый мопед я купил за 50 рублей, это так, он назывался Верховина. И мы там с товарищем тягали его, толкали, он у нас не заводился. Мы его ремонтировали всей улицей. И, в конце концов, я его, уже не помню, на что-то поменял, потому что я проехал в нем два раза. Оно что-то не пошло с этим мопедом. И потом, ну, в общем, целая улица его тягала, этот мопед. Вот. Не забуду, когда сосед говорил, давайте я поставлю вам магарыч, чтобы его украли у вас. Потому что мы не давали там спать, но мы без труб. Это селиклинички, да? Да, это селиклинички. Клинички, наверное, вспоминают, как бурковец на верховине. Может быть, вспоминаю, да, старался там не быть, не был таким там дебоширом или каким-то там разбышакой. Вот. И вообще, вообще, Родина вот иногда, иногда она, можно так сказать, зовет, да, когда периодически я приезжаю. Вот. И хочется просто проехать по тем местам. Вот я даже к себе, вот, там, у меня есть там пару грядок. Я для себя на досуге сделал такой маленький огородик. Так вот, я для себя решил, что в эти грядки я специально приезжал, набирал там такая земля и перегной, сыпец. На том месте, где я начинал, там раньше были кошары. Кошары – это то помещение, где находились овцы. Естественно, оно уже давно развалилось. Ну, те кучи, вот я их помню там 30 лет назад, да, да, где-то, где-то вот 30 лет назад я помню, что там оно было, да. И вот я приезжаю по памяти, по памяти нахожу там эти холмики, эти игры, разгребаю, мы набираю, ну, набираю в мешки и привожу к себе. Эти моменты, они мне вот немножко так, как бы там напоминают, напоминают то молодость, то детство, вот юность, которое вот, знаете, было интересно там спускаться с одной фермы на другую, и понимать, что это целый организм был, совхоз это такое. Ну, к сожалению, все это уже утрачено. Я знаю, что вы были стригалем, так же стригли овец. Это, понимаете... Как? Я, честно, не могу представить, боже, как это. Это она же большая. Она... Это было так круто попасть, вот реально попасть, относить шерсть, это одно. Да, во-первых, у тебя зарплата совсем другая, но стать стригалем и научиться стричь овец, это было, ну, я не знаю, это, наверное, самый пик, который и самая такая вершина, которую можно было в карьерной лестнице для пацана 16-летнего достичь. Ну, опять-таки, это, во-первых, ты должен был физически подготовлен, потому что она дергает вот так за ногу, ты ее вытаскиваешь, ты ее там, вот же, начинаешь от спины, это, ну, это очень такой физически тяжелый труд. Так вот, я занял первое место, и мне вручили подарок телевизор электрон, как сейчас помню, цветной телевизор на кнопочках. На кнопочках это был, ну, наверное, там 90-й год, его, по-моему, покупали даже в Варваровке с правой стороны, помните, там есть такой был торговый центр ЦУМ или там, уже не помню, возле школы. Вот там купили этот телевизор, и мне это в праздничной, в торжественной обстановке среди многих рабочих совхозов мне вручали этот телевизор. Я представляю, как родители гордились. Ну, наверное, гордились, действительно, потому что, ну, да так, скажем, хорошая, полезная была работа. Скажите, а кем вы вообще стать хотели? Ой, я кем я только не хотел стать. Я и, ну, понятно, пожарник, десантник, это все, там, космонавт. Ну, даже такое вот, но, ну, десантником я реально хотел быть, я целое там приспособление, это, если бы вы поговорили с моей мамой, она бы рассказала, какие я выдумывал вещи для того, чтобы прыгать с парашютом. Я изготавливал парашюты, может, если бы я это изготавливал. Подождите, вы изготавливали парашют? Если бы вы меня видели с этим парашютом, это, конечно, было интересно. То, что вы живой, это хорошо. Так вот, вот, начиная от десантника и заканчивая, ну, очень, очень сильно одно время я хотел быть машинистом, машинистом, вот. А потом, ну, так, так как-то уже там в последнее, в последнее время не было такой, такой мечты, чего-то такого вот не могу вспомнить конкретно. Ну, просто после школы пошел на заочно, ну, помимо того, что работал в совхозе, сразу после школы пошел, вот, и заочно на агронома я поступил. Ну, так было модно в то время, было модно, возможность была идти на зоотехника или же на агронома. Ну, вот, скажем, перспектива та, которая для сельского парня, это была, она ограничивалась. Такой небольшой выбор. Да, там, экономика, бухучет для меня, потому что я там с математикой не совсем лады, для меня было тяжело, точной науке, вот. И, ну, скажем, я и таким троечником был, вот, таким середнячком, да. И, собственно, поступил на агронома. Ну, так в жизни повелось, что... Так, а в Криничках и корабли? Откуда? Откуда корабли? Откуда корабли зашли в Криничках? Как вообще это все случилось? Ну, наша семья, как никто другие, мы связаны с морем, потому что мой папа служил в свое время 4 года в военно-морских силах. Он служил в морфлоте в Крыму, в Феодосии, и он рассказывал много о море, и день военно-морского флота Советского Союза. Это был семейный праздник, подъем флага, у нас была обязательная церемония подъема флага. В этот день, это последнее воскресенье июля, подъем флага. У нас Синник, это Синник, там, где находится сено, большое такое сооружение. И вот каждый год в этот день я поднимал там флаг, вывешивали флаг, папы и друзья там, ну, это была там целая процедура, они собирались там, да, вот, поэтому я немножко, ну, если честно, я даже не мог себе представить, что буду связан каким-то образом с морем. Ну, так сложилось, что в жизни, могу так сказать, мне везет на хороших людей. Вот, просто, просто в жизни у меня несколько людей, которые, скажем, решающую для меня роль играют, да, вот. И вот мой товарищ, так получилось, что я не знал, ну, был тяжелый такой период, вот, как, чего и что делать. Вот, вот, и познакомился с одним товарищем, вот, хорошим человеком, к сожалению, сейчас уже с нами нет. Это Владимир Федорович Ротин, вот. Вот, и, а он бы подводник, подводник-атомщик, командир БЧ-5 подводной лодки, много прослужил на Камчатке, много прослужил в военно-морском флоте. И, скажем, его знакомство с этим человеком, вот, на меня сыграло вот такую роль, что я, он меня пригласил на завод, он мне показал завод, он мне показал. И с той минуты, вот, когда я первый раз увидел большущий, здоровенный корабль, это, я понял, что, вот, это мое. Да, я спустился в машинное отделение, я увидел большущие двигатели, огромнейшие, я понял, что это не мопед толкать, и я понимал. Ну, и потом уже, скажем, по накатанной уже, скажем, одна компания, где набирался опытом, ну, то есть, может быть, скажем, немножко, потому что я уже в таком довольно зрелом возрасте это осмыслил. Может быть, если, знаете, после школьной скамьи на свежие, на свежие знания, может быть, со свежими идеями, может быть, было бы оно так. Но, тем не менее, когда уже поработав, уже немножко поискав чего-то, может быть, и к работе относился немножко по-другому, знаете, поэтому тут, тут как-то так можно уже говорить двояко, но, тем не менее, я начал потихонечку изучать строение корабля, изучать двигатель, начинать работать просто слесарем-помощником для того, чтобы меня допустили к мерительному инструменту, изучать строение двигателя и постепенно уже выходить на... Ну, и потом, соответственно, уже предложение там работать за границей на, именно на судоремонте и уже предложение работать в судоходных компаниях, как уже, скажем, и террорист, да, ну, оно, вот, скажем, мое решение повлияло на дальнейшем. Скажите, а открыть свое? Одно дело работать на кого-то, на какую-то компанию, а вот создать свое? Это же нужно, ну, помимо смелости, конечно, огромной, нужно найти еще какой-то ресурс, нужно найти команду, которая будет с тобой работать. Абсолютно, абсолютно так, и вот идея создать компанию, я не понимал, как она будет работать, но... Это целый такой живой организм. Это целый живой организм, и действительно, вот, ЮСК, это компания единомышленников, то есть у нас основной костяк, это те люди, с которыми я когда-то работал, с которыми начинал. Вот, там есть несколько людей, с которыми я был в бригаде, и это был один из моих бригадиров, это были мои коллеги, с которыми мы начинали, это были люди, с которыми... Вот, сама идея создания компании у меня, скажем, придумал, работая в Объединенных Арабских Эмиратах, на большом заводе, большие танкера, большие заказы. И вот, жарко, чужбина, такое немножко отношение, скажем, ну, чужбина, она немножко вот так влияет на нас, на состояние, когда ты понимаешь, что да, хорошо, я работаю там в заграничной компании, но это не дома. Да, я не дома, я не с семьей, у нас, ну, большая страна, у нас большие заводы, почему мы где-то работаем на экономику другой страны, но не можем... И вот у меня зародилась тогда идея, почему бы не делать такое же, ну, это ж востребованная идея и востребованная работа, делать это в Украине. А какой должен быть человек, чтобы быть с вами в команде, чтобы вам было удобно с ним работать, какими качествами он должен обладать? Ну, первое, это должен быть ответственным. Вот наша команда, наша компания, это все люди, которые ответственны. То есть человек, который там завтра, послезавтра или не услышал, не узнал, не ответственно относится к своим обязанностям, это, ну, с нами работать не будет. Второе, должен быть вот целеустремленным, да, то есть у нас есть задача, ее тяжело выполнять, но мы видим цель, и вот буквально, скажем, сегодня у нас там было оперативное наше совещание там по определенных моментах, вот обозначить, что мы делаем, идем дальше. То есть, и мне нравится, когда мои партнеры, мои коллеги говорят, что мы идем дальше, это вселяет такую уверенность, и я понимаю. И, ну, золотое правило о том, что, ну, как бы там, каким ты умным бы, каким бы ты способным, проворным, если у тебя нету команды, если у тебя нету коллектива, вот, какие бы у меня мысли в Эмиратах не были, как бы я не хотел создавать чего-то в Украине, но если бы у меня не было тех людей, которых я знал до момента, если бы у меня не было людей, тех, которые вот сейчас со мной работают, если бы у меня не было тех, той молодежи, пацанов, которых я там в прошлом году брал на практику, то ничего бы не было, не было бы нашей компании, было бы, может быть, какое-то там движение, но это все, всегда результат достигает эта команда. Один в поле не воин? Ну, совершенно верно, это... У вас маленький сын, вы хотите еще детей? У меня два сына. Ну, я понимаю, что у вас два сына, вот маленький. У меня два сына, и один уже взрослый, и есть о чем поговорить, он приезжает, мы общаемся, мы созваниваемся. Дети — это позитив. Знаете, я вот, когда эта китсюнька вот так вот так прижимается, вот так щипается, кусается, знаете, я, конечно, вот получаю, ну, такую, не знаю, ну, это классно. Я не знаю, как это объяснить, как это передать, рассказать. Дети — это хорошо. Ну, каждый, у кого есть ребенок, он сейчас понял. Ну, не знаю, дети — это классно, вот говорят там модно, не модно, но это реально хорошо, это тепло, это вот как-то добро, это, знаете, это так спокойно, это хорошо. Наверное, у вас будут еще дети. Ну, может быть. Вы так рассказываете, точно не остановитесь. Скажите, ваша жена, Александра, она вам как источник вашей энергии? Конечно, конечно, она умничка, она вот такая, вот, что мне нравится, что она понимает, вот все мои, у меня бывают перепады моего настроения. И я не знаю, как ей это удается, но вот она умудряется каким-то образом это все дело просчитать, и прежде чем я соберусь что-то там обижаться, надуться или еще чего-то, она уже подготовлена, и уже смысла нет обижаться. Чисто женские. Ну, вот я не знаю, как ей это удается, но это удается, и я ей за это благодарен, потому что, вот, скажем, вот эта ее способность, она, скажет, уменьшает вот всякие вот такие негоразды. Хотя я стараюсь, вот, ну, скажем, домой приходить уже, скинуть вот весь негатив, а его бывает предостаточно на работе и так вообще, и вот уже приходить домой, чтобы не было вот таких там... Что для вас счастье? Это такое всеопрекище, хотелось бы конкретно... Я не могу. Ну, вы знаете, определение слова счастье, для каждого человека, это такое понятие, сложно сказать. Вот некоторым дать людям, вот, кусочек хлеба, стакан воды, это счастье, да? А для другого у него яхта, самолет, он несчастливый, да? То есть, понятие счастья, вот, для меня, я не могу, не могу его определить вот каким-то словом. Это, наверное, только чувствуется. Вот как вы при ребенке рассказывали. Вот счастье, это состояние, вот оно, вот оно есть, да? И ты его не можешь ощутить из-за того, что ты выпил или пробежал 5 километров, прибежал, ты счастливый, да? Или к тебе сынок прижался, ты его прижал к себе, и ты счастливый, да? Или ты с женой вышли куда-то погулять, тоже счастливый. Знаешь, ну, тяжело объяснить. Но, мне кажется, каждый должен стремиться, ну, свое счастье строить. Наверное, создавать те условия и настраивать себя, быть счастливым. То есть, вот, есть какие-то негоразды, да? Ну, не надо себя нагружать или не надо себя, там, грызть о чем-то, чего-то не сделали, и чего-то у тебя нет. Ты должен быть доволен, что вот есть солнышко, вчера был дождь, хорошо, будет на огороде, будет редисочка. Сейчас такая пошла. Так что, вот оно и есть счастье. Спасибо за разговор. Я желаю, чтобы у вас было побольше мгновений, которые действительно вам приносят счастье. Спасибо. Друзья, мы, как всегда, благодарим наше любимое уютное кафе САТ. Спасибо. Спасибо.